Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый и наша рубрика Доктор Баня по-белому. Мы сегодня продолжаем говорить о бане, вернее сегодня мы поговорим о сауне. Так захотели наши подписчики, усиленно просили продолжить эту тему, поскольку я ее затронул активно. Разница между сауной и баней и их главный аргумент был, что я несколько в этом вопросе заблуждаюсь. То, что я зацепился где-то в историческом моменте и не понимаю, что существуют более новые направления. Хорошо, хоть люди признают, что сауна это новое направление, потому что у сауны вообще-то истории нет. Вот просто нет истории у сауны. Не надо финскую сюда сауну брать. Я говорю за русскую сауну. У нее истории просто нет. Это просто прилепленное название. И вот мне говорят, что вот все там серьезные мужи там и все заявляют, что сауна очень полезна. Сауна очень нужна. Сауна это для нас как спасение от вот этих вот плохих душных влажных режимов, которые не всем полезны, которые не являются главными и их нет вообще нигде в описаниях. Так вот, сауны в описаниях точно нет. О бане сказано много. Да, медицинских исследований бани очень мало. Просто катастрофически мало. Сауну не исследовали вообще. Да и что там исследовать? Вы поймите, что любой тезис о сауне можно оспорить. Любой. Сухой пар. Какой сухой пар в сауне? Его там нет вообще. Некоторые говорят, ну нет пара, значит это сухой? Нет. Это сухая суховоздушка. Это равносильно, что вас высадить в пустыне и заставить там, как говорится, ну сделать какие-то упражнения, процедуры в пустыне. Там вот это вам, вы делаете то же самое. То же в пустыне. Нет в этом ничего серьезного. Происхождение. Я уже зацепил этот вопрос, что у сауны, да ну нет у нее происхождения. Просто-напросто, коммерчески так вот назвали. Ну было, ну вот есть баня, да. А как привлечь новых людей, как развитие. Ну взяли, ну вот у финнов сауна. Не все знают, что такое сауна. Ну взяли и прилепили. Сауна. О, и пошло. Финны любят жаркую сауну. А вы в Финляндии были? Они парятся таких же парных, как это. Да, у них существует, когда стали делать вот электрические печи, стальные печи. У них теперь есть такие, как говорится, своего рода тепловые камеры. Но опять же, если кто-то знает и умеет, как пользоваться, он всегда в этой тепловой камере создат банные паровые режимы. Понимаете, специалист даже с плохой печью может создать что-то подобие бани. И у них это будет называться сауна. Но зачем ее стащить сюда? У нас есть своя баня. Потому что сауна, которую придумали наши коммерсанты, она не имеет пользы. И поэтому в доме ее не должно быть. И в доме ее обычно и не делают. Потому что как только начинают эту сауну делать, заходят детишки, заходят старики в нее, женщины приходят и говорят, и что нам тут делать? Бегать вот это между комнатой отдыха и парной, да? Вообще, вы представляете, что такое банная процедура? Банная процедура, она не одна. Много комплексов ее. Понимаете? Переходящие одно в другую. Так вот баня именно объединяет множество банных процедур. И вот эти банные процедуры, мы, заходя в баню, и одну за другую, одну за другую делаем. Мы получаем полный комплекс банных, ну, в данном случае не услуг, а процедур. Процедур для себя, для своего здоровья. Очищение, омовение, расслабление и так далее. И это все помогает нам, именно помогает нам жить. Понимаете? Очень много тех факторов, которые нам усугубляют жизнь, которые не дают нам по-нормальному полноценно раскрыться. А вот баня помогает нам. И когда есть у человека баня, он может себе позволить делать вот эти процедуры. А если нет, значит он вынужден как-то обходиться без них. Вплоть до того, что ездит в санатории. А так, если есть у человека баня, ему не нужен санаторий. Я не говорю, что вообще не нужен санаторий. Понятное дело, есть какие-то узконаправленные болезни, которые нужно ехать и в санаториях эту болезнь, ну, себя подлечивать и восстанавливать. Болезнь эту убирать. А если у вас есть баня, то вы получаете полный комплекс, который вам помогает не свалиться в крайности. Это ваше здоровье. Поэтому я и говорю так, но возвращаясь об этом, как некоторые говорят, все-таки польза в сауне есть. Так вот, найдите мне эту пользу. Вы не найдете. Пользы в сауне больше, чем к том, что это вроде бы продолжение каких-то тепловых процедур, вроде как для того, чтобы создавать шумиху вокруг этой темы. Больше и нет. А так наоборот, она людей уводит в другую сторону. Это равносильно того, что сейчас происходит на Западе. Ведь подменой понятий людей уводит совсем в другую сторону. На политическом, на экономическом, на социальном уровне. А здесь вот оздоровительное. И при том, что непонятно еще, кто вот продвигал эту сауну. Может быть, это как раз стояла задача убрать корни всей русскости, что есть. И русскую баню убрать. Не нужна нам русская баня. Мы же уже скоро не русские будем. Такое понятие у них. Мы же какие-то индоевропейцы. Мы же какие-то космополиты. Да нет. Русские мы здесь. Живем мы здесь. И мы русские. Даже не важно, что, ну, как говорится, я из казаков. Но я русский. Поэтому мы должны именно отстаивать нашу русскую баню. Откуда корни той же сауны? Ну, почему люди ее поддержали? Ну, просто примитивная технология, потому что забыли баню. И вроде легко там сразу понять. Ничего не надо делать. Лег на полку и лежит. Вот. Дешевые оборудования, дешевое содержание бани. Ведь полки и отделка бани сохраняются лучше в сухих режимах, чем во влажных. А баня предполагает большое количество воды и применение пара. Это не совсем для дерева то, что нужно для его долгожительства. Вот. Но и тут, при наличии хорошей вентиляции, можно с этими бороться. Это уже другие темы. Но самое главное, вот дешевые технологии плюс дешевая печь, которая не способна создавать банные режимы. И вот я, кстати, вернусь к этому вопросу. Почему дешевые печи завоевали рынок? Почему люди ушли от нормальных технологий? Так вот, получается, самый главный вред сауны, сейчас уже буду говорить не пользу, а вред сауны, в том, что она дискредитирует баню. Почему? Потому что она занимается подменой понятий. Если кто-то говорит, что в бане кому-то плохо, у вас не баня. В бане не может быть плохо. Если в бане плохо, то вам и на улице плохо. У нас на улице может быть 40 градусов жара. При той влажности, что на улице, вам, конечно, будет плохо. А при той влажности 40 градусов или 50 градусов и 50 процентов влажности в бане, вам никогда плохо не будет. Просто никогда. Вот эту пропорцию можно создать только в парном помещении. Плюс свежий воздух, плюс хороший массаж, вот что баня. А сауна что? Где? Почему я говорю, найдите пользу. Попробуйте найти. Я готов ответить на каждый комментарий. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!